Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и в этом ролике мы поговорим об интереснейшем морском бинокле от известного японского бренда Nikon, а именно о модели Nikon Global Compass 7x50 CFWP. Поехали! Итак, друзья, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. На нашем канале уже большая подборка интереснейших видео на тему выбора оптических инструментов, это обзоры биноклей, микроскопов, монокуляров, телескопов, а также общеинформационные ролики об астрономии и биологии. Также не забывайте, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине Observer MSK, приобретайте оптику с Observer по самым выгодным ценам. Ну и, конечно же, в описании под видео ссылка на наш инстаграм, переходите и подписывайтесь, там много интереснейших и увлекательных постов. Цену, характеристики, всю информацию, а также фотографии и инструкции к данному биноклю вы можете узнать на нашем сайте Observer-msk.ru. Итак, друзья, бинокль Nikon Global Compass CFWP 7x50. Это классический морской инструмент со светосильными 50-миллиметровыми объективами, небольшим увеличением в 7 крат и очень широким углом обзора, как раз для того, чтобы обозревать морские панорамы на открытой воде. Кроме того, бинокль, конечно же, максимально загерметизирован для того, чтобы с ним можно было безопасно наблюдать на любых водоемах и не бояться его выскальзывания из рук и падения в воду. Помимо этого, главными отличиями данного инструмента станут встроенный компас с подсветкой, а также угломерная и дальномерная комбинированная сетка, которая позволит вам с высокой точностью определять расстояние до объекта, габариты которого вы знаете. В целом, скапливается очень неплохой набор отличнейших и полезных параметров. Давайте же переместимся к этому биноклю поближе и посмотрим на него поподробнее. Итак, перед нами бинокль Nikon 7x50 CF Global Compass – классический морской прибор, предназначенный в первую очередь для наблюдения и навигации на открытой воде. Как становится понятно из наименования и маркировки, модель обладает семикратным увеличением, светосильными объективами диаметром 50 мм и достаточно широким углом обзора 7,2 градуса, что эквивалентно полю зрения шириной 126 метров при изучении области, расположенной от наблюдателя на расстоянии в 1000 метров. Отличные показатели для работы с протяженными панорамами, в том числе в условиях недостаточной освещенности, в сумерках, тумане или при высокой облачности. Аббревиатура CF расшифровывается как Central Focus, то есть центральная фокусировка. Резкость в приборе настраивается для левого и правого глаза единовременно с помощью центрального барабана, что удобно в целом и особенно при наблюдении за быстродвижущимися объектами за счет возможности максимально оперативной смены фокуса в случае необходимости. Сконструирован бинокль по классической схеме с использованием PORO PRISM, о чем говорит характерный изгиб между осями окуляров и объективов. Такая конструкция позволяет добиться лучшего объема изображения, а также большего поля зрения по сравнению с моделями с более современными призмами с крышей типа RUF, хотя в то же время делает прибор более габаритным. Корпус бинокля выполнен из пластика, кроме центрального моста он изготовлен из металла, и покрыт с внешней стороны нескользящим резиновым материалом, придающим дополнительную герметичность и лучшее сцепление с ладонями. Как и положено любому морскому инструменту, Nikon CF Global Compass водозащищен, за счет чего он способен выдерживать не только работу под дождем и снегом, но и погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 5 минут. Кроме того, корпус прибора заполнен изнутри разреженным азотом, что предотвращает запотевание линз при резком перепаде температур, то есть вам не придется тратить время на термостабилизацию, например, в том случае, когда вы выносите бинокль для работы из теплого помещения на холод. Оптика модели изготовлена из качественного фирменного стекла бренда Nikon марки EcoGlass, аналога БАК-4, но с меньшим содержанием свинца и мышьяка в составе, что делает бинокли более безопасными для окружающей среды при утилизации. Особенностью данного вида линз является максимально яркая, светлая, чистая конечная картинка, высоко ценящаяся многими любителями оптики. Кроме того, на оптические элементы модели нанесено многослойное просветляющее покрытие, дополнительно улучшающее общее качество получаемого изображения. Его можно идентифицировать под цветным бликом на внешних линзах объективов и окуляров инструмента. Главной же фишкой бинокля Nikon Global Compass является, что очевидно по названию, встроенный компас, показания которого отображаются в правом окуляре. Круглая полупрозрачная пластина – это световой канал для работы с компасом при естественном освещении. Перекрыв его пальцем, вы затемните компас, визуально скрыв его из поля зрения, в том случае, если он отвлекает вас в данный момент от основных наблюдений. Для использования же в ночное время предусмотрено дополнительное освещение от красного осветителя, работающего от двух плоских батареек формата LR43. Одна пара, кстати, входит в базовую комплектацию. Он включается при нажатии на кнопку, расположенную в верхней части корпуса. Так выглядит в окуляр сам компас. Он находится под областью, в которой мы видим изображение, получаемое биноклем. Поэтому в целом не мешает основным наблюдениям. Затемнение компаса через перекрытие светового окна и дополнительная подсветка выглядят следующим образом. Аксессуар, безусловно, полезен в ориентации на местности, что особенно важно при нахождении на открытой воде. Кроме того, в правом окуляре располагается дальномерная сетка, позволяющая с достаточно высокой точностью определить расстояние до объекта, размеры которого вам известны, и наоборот, размер цели, если вы знаете дистанцию до нее. В первом случае необходимо размер объекта, длину или ширину, разделить на количество занимаемых им на шкале делений, умноженное на 5. Например, вы видите корабль длиной 35 метров, умещающийся на 14 делениях. Чтобы узнать расстояние до него, требуется 35 разделить на 70. Таким образом, мы получим значение в километрах, равное 0,5. Для перевода же в метр, достаточно умножить полученный результат на 1000, мы получаем 500 метров. Во втором случае, чтобы узнать размер видимого объекта, нужно умножить предполагаемые расстояния до него в километрах на количество занимаемых делений и умножить полученные значения на 5. Например, вы видите лодку, расстояние до которой составляет 0,4 километра. При этом ее мачта покрывает два деления. Для определения длины мачты нам необходимо умножить 0,4 на 2 и на 5. Таким образом, мы получим размер в метрах, равный 4. Внешние линзы прибора защищают крышки, поставляемые в комплекте с биноклем, как для объективов, так и для окуляров. Последние оснащены резиновыми скручивающимися наглазниками, защищающими в развернутом виде от боковой засветки, а в сложенном, позволяющие пользоваться моделью людям, носящим очки. Причем снимать их не потребуется. Кроме того, правый окуляр оснащен кольцом диоптрийной подстройки, благодаря которому при необходимости можно компенсировать разницу в силе зрения между глазами и в дальнейшем с комфортом пользоваться лишь центральной фокусировкой. Посередине центрального моста под заглушкой располагается резьба формата 1,4 дюйма для установки бинокля на обычный фотоштатив через специальный переходник L-адаптер, приобретаемый отдельно. Кстати, такой аксессуар есть и в ассортименте нашего магазина. Благодаря этому прибор можно использовать в стационарных наблюдениях, не нагружая руки и максимально исключив дрожание картинки. Существенный плюс с учетом внушительного веса модели. Согласно технической информации от производителя, он составляет 1 кг 130 г. Перепроверим данный параметр. По нашим замерам масса бинокля чуть выше заявленной и равняется 1 кг 156,5 г. Показатель в любом случае достаточно высокий, из-за чего модель нельзя рекомендовать для длительных пеших походов. В комплект поставки прибора, помимо упомянутых ранее защитных крышек, объективов и окуляров, входят также необходимые для работы аксессуары. Чехол из плотной ткани с застежкой на липучке и наплечным ремешком и широкий желтый мягкий плавающий ремень. При падении в воду он не утонет вместе с биноклем, а останется на поверхности, благодаря чему инструмент легко будет найти и достать из водоема, как в дневное время, так и в темноте, чему способствует яркая окраска аксессуара. В целом нужно отметить, что как и вся продукция бренда Nikon, модель Global Compass отличается высоким качеством сборки, эргономичностью и оптическими свойствами. Бинокль уверенно лежит в руке, доступ ко всем механизмам управления, включая освещение компаса, крайне легок. Люфты и зазоры между основными частями корпуса отсутствуют. Наверное, именно таким и должен быть качественный морской прибор. Что ж, друзья, мы поговорили о конструктивных особенностях и параметрах бинокля. Пора перейти к его тестированию. Перед вами изображение из окуляра прибора. Область, за которой мы наблюдаем, располагается в 190 метрах от нас. И благодаря 7-кратному увеличению мы видим ее так же, как при просмотре невооруженным глазом с расстояния всего в 27 метров. Несмотря на то, что наш способ съемки камеры через окуляр несколько ухудшает общее качество изображения, вы можете видеть даже в таком варианте конечную картинку с превосходной детализацией, высокой яркостью, отличной цветопередачей и четкостью. Широкое поле зрения позволяет единовременно наблюдать достаточно протяженную панораму, что идеально подходит для обзорной работы. Из аберраций можно отметить лишь несущественное падение резкости у самого края поля зрения. В целом же, картинка, получаемая биноклем, оставляет самые лучшие впечатления. А так выглядит область, за которой мы наблюдали с нашей обзорной точки без увеличения. Итак, друзья, как мы с вами поняли в ходе сегодняшнего теста и обзора, бинокли Niken Global Compass 7x50 CFWP это действительно достойные приборы для наблюдения на открытой воде. Они отлично подойдут как для рыбалки и морских путешествий, так и, в принципе, для других занятий, которые не связаны с открытыми водоемами. Это охота, туризм, стрельба и многие другие задачи. Высокое качество оптики, надежная сборка и такие полезные функции, как компас, который позволяет определить направление и комбинированная угломерная и дальномерная сетка, дающая понимание о расстоянии до наблюдаемого объекта, при условии, что вы знаете его габариты, это дополнительные плюсы в пользу выбора именно данного бинокля. Нужно отметить, что на нашем канале уже было несколько обзоров на достаточно похожие модели от других брендов, в частности от Bresser и Levenhuk. Ссылки на данные ролики вы можете увидеть в углу экрана или в описании под видео. Nikon же от данных бинокля отличается центральной, а не раздельной фокусировкой, что немаловажно при необходимости быстрого переключения между различными целями. Кроме того, он оснащается линзами из фирменного японского стекла марки EcoGlass, который дает очень яркую и светлую картинку, в отличие от традиционных стекол марки Bug 4. Ну и, конечно же, это имя. Бренд Nikon очень давно срекомендовал себя на рынке. Продукция от данного производителя пользуется широчайшей популярностью и имеет свою армию поклонников. Что ж, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания по тематикам будущих видео, или вы хотите поделиться опытом использования морских биноклей, в частности приборов от бренда Nikon, давайте все это оставлять в комментариях, будем общаться и делиться информацией. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok